всем привет друзья сегодня на нашем канале самый полезный ролик за последнее время потому что мы будем говорить про недвижимость что там происходит куда все катится для этого сегодня у нас в гостях ксения чернецкая ксения привет привет вами ребята это супер аналитик по недвижимости у меня есть великолепный сайт который она сейчас там перепиливает но вроде старый еще работает да пока да отлично поэтому ссылку оставлю переходите там есть вся информация по всем домам ну а сегодня мы говорим о том что происходит на рынке недвижимости и что будет происходить ксения расскажешь нам рассказать расскажу но прогнозы как ты знаешь дело неблагодарное поэтому давай будем ближе и конкретнее задавай мне очень точные вопросы и я на них отвечу в следующий раз бабку вангу позову или кого-то погадаем на кофейная гуси усаживайтесь поудобнее будем гадать в ночь на ивана купала приходите домой заходите в маленькую комнатку закрываете дверцу садитесь и гадаете я думаю что люди которые планируют сменить жилье улучшить жилищные условия а также те кто хочет инвестировать деньги вот их всех интересует вопрос а чё вообще происходит надо сейчас покупать или подождать какое-то время вот может быть с этого и начнем вот то есть что вообще происходит то есть целый котел какой-то в котором все кипит там варится люди то бегут покупать то обратную сторону то не покупают давай вот как-то вот с чего считаешь правильным вот начни с того вот давай так по логике раскладываем историю начиная с того что происходит и потом в конце будем думать а стоит ли сейчас покупать квартиру и вообще вкладывать деньги в недвижимость отличный план для начала стоит отметить что екатеринбург наверное из всех городов россии чувствуют себя в условиях там прошлого года этого года относительно комфортно на самом деле не произошло у нас никаких катастроф на рынке да то есть несмотря на непростую ситуацию рынок недвижимости екатеринбурга и устоял и продолжает развиваться достаточно хорошими темпами то есть сегодня предложение на рынке первичного многоквартирного жилья мы мы про новостройки с тобой да поэтому про новостройки говорю более 1 миллиона 260 тысяч составляет квадратных метров и объем предложения то есть все то что застройщик выставил в продажу да и вот совокупная цифра от всех застройщиков в городе продолжает расти вопрос то есть никто не ушел никто не сдулся не лопнул продолжают строить люди продолжают покупать более того не то что никто не ушел в екатеринбург с начала года по моему ну если сначала 22 года если посмотреть более 15 новых девелоперов пришло мы знаем сегодня новые имена для нас это компания прогресс из астрахани да громко не знаю их там может выгоняют из астрахани но к нам уже второй застройщик пришел из астрахани компания разум которая анонсировала свой проект в академическом друзья кто не видел обзора на прогресс бегом смотрим вот ссылочку оставляю с пашей репины мы ходили все изучали были в офисе продаж как на то что называется в самом логове можно сказать вот так что кому интересно посмотрите сейчас мы еще ждем компанию стиме не которая тоже придет к нам на рынок с предложением новокольцовском районе если не ошибаюсь н к называют тюменские застройщики в общем к чему это к тому что рынок екатеринбурга не рухнул никто не не сдулся все продолжают строить и продолжают продавать а самое что интересное люди продолжают покупать сделки на рынке екатеринбурга показатель который мы считаем каждый месяц по данным росреестра этот показатель продолжает достаточно уверенно расти если мы говорили что в начале вот в первом квартале среднемесячный объем поглощения на рынке то есть все недвижимости которая была продана в екатеринбурге составлял примерно 80 тысяч квадратных метров средний показатель за квартал то уже наверное начиная с мая этот показатель порядка 90 тысяч составляет то есть медленно верно объемы потребления скажем так продукта новостроек они продолжают расти получается что сколько-то квадратных метров в начале года вот мы покупали а сейчас еще больше покупаем да я сейчас мы покупаем больше и в метрах и в штуках и в метрах и в штуках то есть это говорит о чем что у нас в регионе хорошая покупательная способность люди хотят покупать недвижку или или что это такое как это можно объяснить сложно наверное однозначно тебе будет ответить но допустим что в нашем регионе то есть я не экономист по образованию но я могу наверное по ощущениям сказать что микроклимат экономически достаточно стабильный то есть каких-то мы не видели громких банкротств несмотря на то что была санкционная нагрузка региональный бизнес достаточно адекватно на нее ответил и мы не увидели там неуволенных каких-то людей не снижение заработных плат или массовых увольнений то есть социально-экономический фактор у нас благополучен регионе на сегодняшний момент ну по ощущениям опять-таки далее начали корректироваться цены на стройматериалы это было внимание правительство привлечено к тому что они неадекватно росли во время санкционной нагрузки сейчас какие-то позиции корректируются уже меньшую сторону более того наши девелоперы нашли какие-то аналоговые варианты замещающие санкционные на стройматериалы еще какие-то ряд решений там принимались в общем общем и целом с точки зрения производственного процесса да все нормально в общем решили вопрос импортозамещения это раз да второе решили вопрос с ростом цен на материалы потому что действительно там на металл что-то взлетели цены суру какие-то сумасшедшие стали и на все остальное давай по-честному да то есть в росте цены на квадратный метр средний это все равно отыгралась то есть наша средняя цена квадратного метра новостройки выросла за год порядка 6 на 6 процентов если не ошибаюсь а самое удивительное что скачок вот буквально майских цен плюс 3 процента в месяц четко показал что произошло то есть девелоперы оценили что рынок стабилен что люди продолжают покупать недвижимость можно повышать немножко смелели да и наверное еще есть такие ошибки статистики да мы же понимаем что цифры это всегда игра особенно когда мы считаем какие-то средние показатели но вот например в мае-июне предложение пополнилось то появились новые жилые комплексы не на там в академическом они появились но например там не на сортировке и не на вторчермете а в таких локациях как автовокзал виз юго-запад традиционно там цена все равно выше средней чем чем на рынке города соответственно мы увидели что раз и у нас средний показатель по цене квадратного метра тоже вырос здесь наверное можно говорить не о том что все массово повышать цены побежали о том что скорее всего просто предложение скорректировалось на рынке и мы получили больше объем предложения в наиболее дорогих локациях поэтому и средний показатель вырос ну давай я вот сейчас более такие конкретные вопросы задам чтобы можно было конкретно на них ответить значит первое недостатка в материалах нет то есть лифты покупают окна там шуко пускай ушло или rehau или кто-то там я не знаю но значит ставят какие-то другие то есть в этом нет проблем то есть любая стройка будет закончена с теми материалами или с какими-то импортозамещенными так думаю что да проблем этих нет замечательно я не не могу тебе за весь строительный рынок ответить но по крайней мере мы не слышали никаких скандалов связано с заменой материала когда он не соответствует да да не слышали каких-то девелоперов отзывов что нельзя там найти корейские лифты да можно хороший корейский в общем если от кого-то мы услышим то можно считать что это какая-то манипуляция да такая небольшая наверное скорее всего второй вопрос который очень важный все застройщики чувствуют себя стабильно и я к чему можно идти покупать то есть никто не лопнет не разориться там ну и так далее но понятно что ты не знаешь что происходит у каждого в отдельности например но в целом как бы нету какой-то критической ситуации то есть можно идти смело и покупать можно идти смело и покупать было с момента когда появился механизм скроу кредитования скроу щитов то то есть сегодня даже если не дай бог что-то происходит с компанией которая строит жилой дом фактически обманутые дольщики невозможные они будут даюры но де-факто их деньги все равно останутся на счетах банка который финансировал стройку поэтому сам государственный механизм нас защищает от ситуации критической какой-то именно поэтому доверие покупателя отчасти именно к строящемуся жилью к новостройкам она сегодня достаточно высоко потому что есть 214 федеральный закон есть механизм защиты прав людей которые купили долевку да и являются дольщиками вот этого жилья поэтому тут даже не вопрос ситуации экономической глобально тут вопрос отработанного четкого государственного механизма супер друзья вы слышали можно идти покупать смело так сказать рынок растет развивается ширится вопрос наверное тогда вот какой а когда идти покупать объясню я значит сидел себе сидел ждал думал сейчас-то настроят вон сколько строек много народ то обнищает как нам рассказывают постоянно значит и перестанут покупать а что это значит а значит цены в опустятся но застройщики вынуждены будут опустить цены на квартиры потому что их покупать никто не будет но какой здравом уме человек будет покупать квартиру за 200 тысяч квадратный метр у нас в городе я не про москву я про екатеринбург да оказывается опа покупают и нормально и за 250 и за 250 покупает так ты мне скажи пожалуйста стоит ли ждать то еще или сейчас идти покупать но вот я тебе как человек который много лет аналитика занимается могу сказать только одно покупать нужно тогда когда это нужно тебе когда твой квартирный вопрос становится острым у тебя есть потребность не выгадывать не ждать бесполезно потому что ну давай так руб обрушение цен не будет но я так не играю какой-то процент может отыграться за счет маркетинговой скидки дисконта какого-то механизма оригинального но это может быть и сейчас вопрос когда ты выбираешь объект недвижимости грамотно его выбрать задействовать все механизмы которые тебе позволяют получить квартиру мечты на максимально выгодных условиях самое главное выбрать ту самую квартиру которая тебя будет долго радовать и ты не будешь жалеть что ты заплатил за нее кровные 250 тысяч рублей за квадратный метр какие ресурсы позволяют эту аналитику провести вот сайт который ты создала он позволяет это сделать и сайт позволяет ну слушай в любом в любой ситуации кабинетное исследование не помешает то есть походить ножками посмотреть там где пускает застройщик как строит и что строит поговорить с профессионалами с риэлторами потому что что ни говори на самом деле уровень профессиональный риэлторов екатеринбурге достаточно высокий это профессионалы которые могут дать хороший совет рассказать о том где там и что тебя ждет там по опыту продаж что тех же объектов у этого строщика ранее вопрос конечно двери этом к человеку да в третьих обязательно посмотреть информационный фонд по девелоперу что строил раньше какая история что происходит сейчас нет ли каких-то проблем то есть но тот же самый там пик сегодня да если ты откроешь яндекс и забьешь там все что происходит с их объектами то скорее всего ты прочитаешь что-то перенос строк срока ввода и сеть парк это скандал вокруг уплотнительной застройки на космонавтов когда люди не хотели жить там в человеньки да но теперь вынуждены будут потому что девелопер ряд каких-то мероприятий организовал поэтому обязательно такое как уделить этому время обязательно подумать самостоятельно и плотно ну и соответственно изучать те самые характеристики продукта с которыми потом придется жить что я всегда говорю что покупка квартиры это покупка на перспективу нужно и важно думать о том как жизненный сценарий поменяется на протяжении там пяти там перспективных лет да ну то есть пять это мало даже ну пятидесяти да ну ты как профессионал который занимается интерьерами точно можешь сказать что продумывать сценарий жизни в будущей квартире нужно до ее приобретения а не после да друзья прислушайтесь к совету полностью поддерживаю нужно сесть изучить а не так как вы это обычно делаете пришли к застройщику вам там рассказали все как надо показали квартиру вы влюбились купили ушли нет потратьте время изучите послушайте мнение других послушайте мнение риэлтора который не от этого застройщика вот просто со стороны какой-то но вот работал с ними с другими и он имеет возможность сравнить в общем нужно сравнивать я правильно мысль да да абсолютно отлично хорошо вот есть жизненная потребность купить квартиру здесь все понятно ждать не стоит деньги появились бегом бежим значит и покупаем а что делать тем кто вкладывает деньги то есть вот так называемые инвесторские покупки вот да и правильно я сказал инвестиционные сделки и инвестиционные сделки вот этим ребятам как быть вот с твоей точки зрения ну я могу рассказать на самом деле просто что происходит с этими сделками на рынке да то есть с начала 22 года когда случилось все то что случилось некий спрос инвестиционный который всегда был на екатеринбурге потому что работала модель не знаю купил квартиру сдал в аренду купил квартиру на стадии котлована и продал ее тогда когда дом введен эксплуатацию получил какую-то неплохую маржу там к цене этой квартиры к сожалению немножко сломался рынок двадцать втором году есть сейчас объекты которые на любой стадии строительства стоят примерно одинаково не всегда теперь ценник растет так ярко как это раньше было до на 20 на 30 процентов с котлована до ввода ситуация нет не простая в принципе корректируется ценообразование очень активно сейчас застройщиками поэтому уже так просто заработать не получается что мы получили в ответ мы получили потерю вот и минимум минимум минимализацию этого самого инвестиционного спроса он ушел с рынка в двадцать втором году покупали квартиру только те кому действительно нужно было решать жилищный вопрос это были сделки которые чаще всего ну как бы отвечали на потребность увеличить жилплощадь переехать из старого жилого фонда в новый жилой фонд и поэтому кстати немного продавалось студии на в основном это были однокомнатные и двухкомнатные квартиры что и сейчас тренд больше всего в екатеринбурге продаются сегодня однокомнатные двухкомнатные квартиры причем в академическом но это самые продаваемые квартиры и некоторые застройщики делают на них ставку потому что они приносят больше всего денег они по квадратному метру дороже всего стоят и разлетаются как горячие пирожки построил высоточку из однушек продал и все шикардос ну с квартирография тоже не все так просто эта тема для большого отдельного разговора давай мы с тобой об об этом поговорим потом но так вот к чему я рассказывать начала в двадцать третьем году мы начинаем наблюдать возвращение инвестиционного спроса то есть снова обращают внимание на объекты на стадии котлована снова потихонечку растут сделки которые понятно что они инвестиционные насколько этот процесс развернется покажет наверное экономическая ситуация там в течение года но да на рынок стали возвращаться люди которые сегодня вкладывают средства в недвижимость хотя по ощущениям это наверное не попытка заработать это попытка сохранить свои активы да ну всегда недвижимость являлась именно на скажем так решением для этого вопроса кстати недавно у меня была интересная прогулка с журналистом который занимается историческим наследием и вот она рассказала что наши творческие люди там тот же самый мамин сибиряк с гонораров покупал недвижимость то есть и вот два дома которыми сохранились дом для мамы он купил как раз гонорала с гонорара за приваловский миллион так что это с тех еще времен тренд ну да ну просто это понятно вот они значит квадратные метры там вот он дом даже пощупать можно какие-то там ценные бумаги там это непонятно разбираться надо но в общем такая история хорошо у меня следующий вопрос ты сказала на наш рынок пришли за новые застройщики и много по-моему 15 ты сказала новых застройщиков но если считать вот примерно за с 22 года то да но тогда вопрос опять про деньги мы все знаем на рынок выходит новый там бренд и он старается зайти на рынок например уронить цены чем-то привлечь там какие-то плюшки какое-то что-то короче говоря вот появление этих новых товарищей разве не должно вызвать каких-то вот скидочных программ там я не знаю каких-то распродаж или уникальных условий но то есть что улучшилось для нас то цены помельчали или нет фигу вам не так работает рынок новостроек как во-первых выйти в регион или в новый город с ценами которые ну то есть у нас же не просто есть формирование справедливой рыночной цены да то есть если ты сделаешь цены ниже заработаешь меньше чем те кто на этом рынке представлен давно нет задачи у девелопера заходите там не знаю массово поглотить рынок городской да есть задача прийти с интересным продуктом и продать его там максимально эффективно до заработав естественно прибыль и оставив так сказать сформировав имидж хорошего застройщика который делает хороший продукт от чего выигрывают люди екательбурга и наши покупатели от того что на рынке появляются более качественное решение инновационные решения каждый раз заходя в новый город девелопер старается привнести лучшие практики лучший опыт максимально эффективные варианты планировок которые хорошо продавались какие-то механизмы интересные которых не было раньше то есть поэтому здесь наверно мы точно выигрываем в плане того насколько классный выбор у нас теперь есть насколько насыщен в плане продукта рынок и насколько интересные условия способны предложить каждый из новых игроков приведи пример пожалуйста вот чего такого хорошего новые застройщики к нам привнесли например компания унистрой который к нам приходит из казани этот застройщик мы пока не можем увидеть продукт воочию они пока строят но они в принципе славятся тем что они очень хорошие планировочные решения и такой достаточно качественный подход к продуктам но посмотрим более пристально поглядим компания железно которая пришла к нам застраивать проект лес то есть первое что сделали коллеги они переформатировали проект который изначально предполагал серьезную вырубку леса они сделали его новым таким широкая речка да ну там между 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 академически широкая речка там да да там такая идет история ух мощно лес не дают вырубать люди и правильно делают и правильно делать и поэтому девелопер пришел с историей сделать и облагородить и благоустроить парк сохранив максимальное количество лесного массива и распределив жилой фонд таким образом чтобы места то есть чтобы составали новостройки на тех дома где наименее плотный лесной покров это очень достойное решение и с большим уважением как бы к жителям и к региону принято я не думаю что они заработают так больше чем если бы они зашли там мы поставили 22 этажа высотки и вырубили бы там все почистую но как бы вот тоже да есть положительный пример мне кажется это достойно ну по крайне мере некого уважения к профессионализму и то что ребята постарались подход какой-то нашли большое количество застройщиков новых которые появляются на рынке то есть это больше в плюс чем в минус я правильно понимаю то есть эта конкуренция предлагают что-то новое наверняка это и как ты говоришь более качественные планировки наконец-то это какие-то плюшки не знаю там в мопах дополнительные истории дворы больше ну и так далее то есть но вот прогресс мы же помним там с какой помпой заходил у нас двор 4 футбольных поля будет там водоемы и так далее парки там какие-то скалодромы что что там было еще какие-то ракционы мы все ждем кстати говоря до сих пор чтобы посмотреть на эти чудеса ну пока я думаю мы с тобой обязательно съездим и посмотрим я тоже очень хочу это двор и у меня прямо вот ноги чешутся я уже новые кроссовки купил чтобы ехать там и смотреть все везде лазить прыгать по этим штуковинам но скажи пожалуйста вот по поводу застройщиков может быть и обратный ведь эффект возникнуть то есть они могут же не не только вот улучшать но ведь они могут и хуже сделать ну то есть хуже того к чему мы привыкли например более плотную застройку сделать в каком-то месте странном например построить дом там более худшего качества при этом оставляя цены городские вот скажи пожалуйста как с этим дело обстоит что ты знаешь по этому поводу у меня такой вопрос к тебе в свою очередь ты почему ты думаешь что так поступить могут только новые застройщики знаешь и существующие бывают ну то есть я например ну это мое только очень личное мнение мне больно проезжать пима проекта который называется архитектон который стоит в замечательном месте я считаю что именно для этой локации можно было подобрать решение архитектурное более удачное мягко говоря и в плане продукта тоже доработать и сделать эту локацию ну достаточно интересная достойная с точки зрения там эстетики да и с точки зрения восприятия городом потому что там снесли здание которое там стиль конструктивизма представляла да то есть какую-то историческую ценность ну спорную наверное раз снесли но тем не менее и вот этот прости бездушный бездушная коробка которая появилась я не вижу там стремление застройщика проработать вообще архитектурное наследие или или каким-то образом вписать в не знаю вот в исторический в контекст городской застройки билинского это гостевой маршрут опять-таки об этом надо помнить да это дорога через которую мы заезжаем в город прилетев то это же и наши гости города по ней едут но для меня это боль честно говоря мне печально что но это очень субъективное мнение в свое время к нам на рынок екатеринбурга зашла тюменская компания застройщик на букву б не будем произносить полностью и улучшила прямо вот кардинальным образом все можно сказать сообщества так сказать строителей потому что предложила что-то новое невероятное доселе невиданное и сейчас все стремятся так делать вот скажи пожалуйста вот если сейчас какой-то такой застройщик который тоже способен прийти и что-то вот именно такое новое к чему все будут стремиться и делать наше жилье лучше я думаю что в природе он обязательно где-то есть да и более того каждый из наших девелоперов постоянно работает и над качеством и над то есть конкуренция обязывает да ты не можешь предлагать все то же самое когда твои конкуренты предлагают постоянно что-то новое и лучше да то есть мы все отчасти участники вот этой гонки то продуктовой но это и здорово это хорошо потому что каждый раз мы будем получать какие-то решения которые будут для рынка более эффективными то есть ты не видишь какого-то такого паровоза который бы всех за собой тянул толкал я не выделю наверное компанию какую-то конкретно одну да каждый из наших коллег там и застройщиков в чем-то силен в чем-то что-то делает лучше что-то делает хуже это вопросы рыночные но что мне нравится вообще в екатеринбурге и в правилах так как бы работы на рынке негласных то что сегодня когда девелопер приходит в локацию он старается максимально по мере возможностей да что-то еще сделать для города то есть если ты строишь здание то обязательно можешь там благоустроить рядом бульвар или посмотри как застройщик на букву б построив дом на букву к достаточно красиво оформил ландшафт который ведет в сторону набережной я так понимаю что это нагрузка которую они на себя взяли добровольно и это сейчас ухоженная территория она красивая за ней следят в том числе управляющая компания дома на букву к эту нагрузку выполняет но вы пожалуй самый важный вопрос что нас ожидает в будущем по твоему мнению к чему мы идем что может случиться и как все это будет выглядеть в ближайшее время как я уже говорила раньше прогнозы дело неблагодарное но давай попробую сформулировать такое свое личное видение при объеме поглощения рынком 90 тысяч среднем месячном объеме в принципе с миллионом двумя стами тысячами квадратных метров на рынке мы не являемся сейчас рынком профицитно да у нас нет мы не перенасыщены мы пока еще остаемся в рамках потому что этот объем теоретически да мы с тобой можем рассчитать что за полтора года рынок может поглотить считается что если более вернее менее двух лет нужно чтобы все продать то что сейчас в текущий момент построена то рынок равновесный но мы к этой стадии достаточно близки уже особенно в условиях того что спрос у нас очень чувствительный да у нас любой момент который в повестке является негативным он может резко притормозить сделки да и резко заставить покупателя отложить покупку поэтому я думаю что самое наверное благополучный самый вариант развития событий если наши девелопера сейчас осторожнее будут подходить к выводу новых проектов на рынок наверное немножечко притормозят объемы и постараются как раз попробовать дать покупателю максимально эффективные возможности чтобы приобрести все-таки квартиру на выгодных условиях есть еще не такой спорный тренд у нас центробанк взялся за регулирование льготных кредитов ипотечных и поэтому сейчас я их тоже могу понять регулятор продеет за финансовое благополучие страны и считает высокорискованными кредиты ипотечные где высока доля долговой нагрузки на кредитора и вернее на на человека который взял кредит соответственно центробанк усложняет выдачу таких кредитов и мы сейчас живем в ожидании что первоначальный взнос по кредиту скоро будет минимальным там в ставке приличные до 20 процентов и сентября центробанк предполагает уже 30 процентов этот порог до первоначального взноса чем это может обернуться это может обернуться тем что естественно многие кто планировал покупку жилья даже в рамках льготной программы ипотечного кредитования эту покупку будут откладывать до момента накопления достаточного объема средств на первоначальный взнос почему так важен вопрос ипотеки потому что 76 процентов сделок сегодня на рынке новостроек это сделки ипотечные вот поэтому как отыграются эти процессы банками насколько вырастет ставка льготная рыночная и прочее но какие-то движения нас ждут в любом случае поэтому я думаю вот до момента наступления ясности пока сложно прогнозировать но я полагаю что спрос останется примерно в тех же границах как сейчас и каких-то радикальных ухудшений улучшений мы не увидим то есть до конца года ситуация будет такая стагнирующий спрос стагнирующее предложение и цена я думаю тоже то есть не увидим резкого роста потому что сейчас этот показатель средний он отыгран именно благодаря дифференциации предложения но в целом в размере 122 126-128 эта цена будет до конца года сохраняться то есть твой прогноз что те цены которые есть сейчас до конца года сохраняться в пределах да то есть не будет резких каких-то движений то есть примерно стагнирующая цена она у нас до конца года должна дойти если только наша повестка социально-экономическая новостная не добавить нам каких-то сюрпризов негативных или позитивных ну что ж спасибо большое за развернутый ответ друзья это была ксения чернецкая супер аналитик по недвижимости я ее так называю я думаю что вы в этом могли убедиться если остались вопросы пишите их в комментариях я адресую ксения она ответит обязательно я отвечаю что ксения ответит на этом все всем пока да прибудет с вами муза ксения спасибо и до свидания всем пока а